Всем огромный привет! Я сейчас снимала видео про свои слепые покупки. Вы знаете, оно у меня настолько получилось удачным, покупки мои настолько получились удачными, что у меня очень сильно поднялось настроение, потому что я рада, что не просто так потратила деньги. И поэтому у меня появилось вдохновение, появилось настроение записать для вас второе видео. Мне не так давно поступал запрос про ароматы для невесты. Супер женственная, естественно, с белым цветом. Здесь, на самом деле, подборка как-то вот так вот сложилась, что подборка в основном из-за либо прозрачных, либо белых флакончиков. Здесь будет 10 ароматов, которые я бы могла посоветовать надеть невесте, либо я бы сама, когда выходила замуж, выбрала какой-то бы аромат из данной подборки. Ссылочки на ароматы обязательно оставляю внизу в инфобоксе, поэтому заходите, смотрите. Про промокод, который дает вам скидку минус 10% на рандеву, конечно же, тоже не забывайте. Давайте начнем с аромата, который я просто обожаю, который я хвалила в прошлом году, который я хвалю в этом году. Для меня это аромат особого случая, для меня это аромат особого настроения. Это, конечно же, Леликит Иммагинер, это Бланш Бета. Белый зверь, но он пахнет вообще ни разу не как белый зверь. Я, честно признаться, не очень понимаю, почему вы назвали белым зверем. Он, возможно, только если какой-то белый котенок, либо какой-нибудь белый хомячок, потому что ничего агрессивного в этом аромате нет. Это прекраснейший аромат на тему туберозы. Тубероза здесь очень красивая. Она, в принципе, имеет в себе характер, но все равно она как-то сдерживает свои когти. Здесь есть ощущение Рафаэла, здесь есть ощущение прохладного молока, как раз-таки, где утопает эта белая тубероза. Этот аромат красив именно летом. То есть, если вы в прохладное время к нему подходили, он вас не цеплял, попробуйте сейчас его на себя нанести. Именно в жару, в небольших дозировках он безумно красиво раскрывается. Поэтому, конечно же, я вам очень его рекомендую. Он очень стойкий, он очень шлейфовый, с ним нужно, опять же, быть аккуратным. То есть, мне не нравится, как он звучит именно в прохладу. Лето, жара – это именно время для данного аромата. Также, конечно же, для меня невеста ассоциируется с ароматом, который я также давно себе хотела. Я его безумно сильно люблю, часто его ношу. В основном ношу именно с белыми вещами. У меня постоянно отмечают его супруг, у меня отмечают его знакомые, говорят о том, как приятно пахнет. Это, конечно же, мускусная терапия. Безумно красивый аромат. Здесь цитрусы. Кто-то здесь слышит черную смородину. Честно признаюсь, я ее не слышала и не слышу до сих пор. Это аромат чистоты, свежести, нежности, ухоженного тела, любви к себе, белого цвета. Он настолько мягкий, какой-то вот пушистый. И, знаете, для меня этот аромат не совсем простой, потому что, когда я его наношу на себя, наношу я, честно признаюсь, достаточно много на себя данного аромата, потому что мне хочется как можно больше, ярче и сильнее его вдыхать. Он стойкий, он достаточно шлейфовый, но он не орущий. Вот он как мягкое белое облачко. Обязательно к нему присмотритесь. Тем более, если вы выходите замуж, это безумно красивый аромат. И, опять же, повторюсь, его часто отмечают. То есть, часто спрашивают, что это за парфюм. Поэтому, конечно же, рекомендую вам обратить на него свое внимание. Также белый флакончик. Это, конечно же, Том Форд с Алей Нэш. Это обалденный аромат. Здесь есть цитрусы. Здесь есть ощущение каких-то конфеток. То есть, конфетка снежок. Многие ассоциируют именно так данный аромат. На старте он немножечко может задеколонить. Но насколько красивая у него база. Он очень стойкий, он достаточно шлейфовый. И в базе он уходит в такой же опять нежный белый цвет, в оттенок уходового крема. Потрясающий аромат. Звучит он красиво в любую погоду, вне сезона. Поэтому, конечно же, Том Форд с Алей Нэш я тоже вам очень рекомендую. Много раз уже вам про него говорила. Для меня это аромат с эффектом вау. Потому что, как только первый раз, опять же, я его попробовала, потестировала, сразу он мне понравился. Хотя, здесь делятся люди, опять же, на два лагеря. Кому-то он сначала нравится, потом любовь пропадает. У меня нет. Вот я как его первый раз потестировала, впечатления вообще ни разу не изменились. Очень рада, что, опять же, купила себе флакончик 100 мл. Потому что теперь не жалею. Аромат достаточно яркий, аромат стойкий. Ну, максимум, наверное, 3-4 пшика. То есть, это именно тот аромат, который я наношу на себя дозированным. Конечно же, Тубероза от Амуаш. Тоже безумно красивый, супер женственный аромат. Вообще, я не представляю его на мужчинах. Здесь настолько зефирная, сливочная Тубероза. Но, несмотря на то, что она зефирно-сливочная, она все-таки достаточно ярко звучит. Это очень богатый, насыщенный аромат. Когда его вдыхаешь, прям хочется утонуть в этом аромате. По настроению, по ощущениям он дарит мне то же самое состояние, как и белый зверь. Но это ни в коем случае не взаимозаменяемые ароматы. Хоть и тот, и тот про Тубероза. Они все равно разные. Это настолько шлейфово, стойко, ярко. Обязательно попробуйте. И, кстати, также Амуашам нужно время постоять, а не любители настаиваться. Потому что несколько девочек мне писали о том, что на них Амуаш какой-то нестойкий, он не шлейфовый. Время. Дайте им время. Мой вот от Левант, чтобы я в него влюбилась, чтобы после чего, собственно, я купила себе полноразмерный флакон, он стоял у меня около года. Поэтому тоже имейте это в виду. Ну и, конечно же, у Амуаш есть такая вот фишечка очень интересная. Большое значение имеет страна и год выпуск. Конечно же, Мемо Шерлот. Многие, возможно, удивятся, но я считаю, что это аромат все-таки уходящий больше в женскую сторону. Хотя мне писали, что это больше какой-то вот аромат на тему унисекс. Здесь очень красивый розовый перец. Для меня это безумно красивый аромат на тему персикового йогурта. Хотя, по-моему, персики здесь не заявлены. Здесь очень красиво звучит сандал. Прекрасный просто парфюм. Он очень красиво раскрывается летом, в жару. Потому что сандал все-таки это нота, которая наиболее богата, красиво звучит именно в жару. Очень тоже его рекомендую. У него хорошая стойкость. У него, в принципе, неплохой шлейф. На старте он такой достаточно напористый. Он достаточно яркий. То есть, он может даже вас спугнуть. Но буквально через 30 минут он как-то немножечко подуспокаивается. И звучит как раз-таки более мягко. То есть, вот этот вот розовый перец с цитрусами, который присутствует на старте, они немножечко подутихают. И больше уходит в лактонность, в сливочность, в йогуртовость. Поэтому, конечно же, тоже однозначно рекомендую. Это была моя покупка не вслепую. Сначала был заказан пробник, в который я с мамой просто влюбилась. И после чего уже, конечно же, заказала себе полноразмерный флакончик. Также, конечно же, хочу отметить аромат, который я себе обновила. Я его просто обожаю. Это Ex Nila Honor Delight. Это тот парфюм, с которым нужно быть аккуратной. Потому что до сих пор не поняла, от чего это зависит. Потому что на маме тоже проводила такой вот эксперимент. Бывают дни, когда я его наношу, вообще практически его от себя не слышу. Могу в другой день его нанести такое же количество. И я просто задыхаюсь от данного аромата. То есть, это такой вот обманчивый парфюм. На маме я тоже, как уже я сказала, проводила данный эксперимент. И то же самое. То есть, в тот день, когда я не слышу этот парфюм, она тоже его не слышала. Здесь вот большое значение имеют погодные условия. Также это имейте в виду. Это безумно красивый бергамот, который звучит на протяжении всего звучания. Очень красивый мускус, очень красивый ирис. Здесь есть пудровая, здесь есть оттенок ухода. Но, опять же, здесь достаточно ярко звучит мускус. Очень его рекомендую. У меня он не пахнет никакими бабушками. Для меня это очень женственный, очень красивый, стойкий, шлейфовый, благородный аромат. При этом его чаще всего все-таки ношу. Но с дозировкой будьте аккуратны. Потому что я пока не приручила этот аромат. Несмотря на то, что он у меня больше года уже находится в коллекции. Если говорить про эксниила, то парфюм, который у меня находится вот в такой вот ручке. Кстати, тоже очень удобный формат ароматов. Можно его кинуть себе в сумку, спокойно носить. И не переживать. Потому что есть люди, кто не любит отливанты именно. Вот прекрасный выход из положения. Купить себе фирменный какой-нибудь тревел формат и пользоваться им. Потому что, да, действительно, у некоторых людей прям пунктики по поводу отливантов. Last and Paradise это прекраснейший аромат. Это очень женственный, очень красивый, безумно комплементарный аромат. Как бы из бита популярно данное направление не было. Это, конечно же, пион, это личи, это сахарная такая вот роза. Даже думаю о флаконить себе данный аромат. Он такой немного даже зефирный. Здесь на старте чувствуются цитрусы, которые добавляют свежести данному аромату. Но для меня вот роза, которая заявлена, которая здесь звучит, она именно уходит в мармеладность. Здесь, как и повторюсь, безумно красивый. Личи, пион, популярное направление. Last and Paradise мне нравится гораздо больше Делины. И для меня он более носибельный, нежели Делина. Потому что, я уже говорила, Делина у меня была классическая именно. Мне безумно нравилось ее вдыхать. Но как вот саму ее носить я не могу. Мама моя тоже, кстати, очень любит Делину. Но в соло она ее носить не может. Она ее комбинирует с более сладким ароматом. Потому что почему-то, по ее мнению, в Делине не хватает сладости. Красивая Делина в шлейфе. Но вот мускус меня прям, как-то, возможно, он еще со временем настоялся у меня, флакончик. И он прям меня как-то, знаете, добивает. Мне прям сложно с ним ходить. Хотя я люблю этот аромат. Я его часто вот так вот тестировала. Я имею в виду, вдыхала из флакона. Но себя крайне редко наносила. Я уже об этом говорила. То есть за год, ну, раза 3-4. Я считаю, что это, ну, как-то аромат не проживает должным образом свою жизнь. Поэтому он у меня уехал из моего парфюмерного гардероба. Last and Paradise часто ношу с собой в сумке. Обожаю, как и Devil Tender. Это вот два аромата от Ex Nihil, которые я однозначно хочу себе флаконить. Хотя бы в 50 мл. Потому что настолько женственная, красивая история. Очень его рекомендую. Если вдруг думали, если боитесь тратить большую сумму денег, просто закажите себе ручку и пользуйтесь в удовольствии. На рандеву тоже есть пробники. Поэтому, если боитесь, можете начать с пробника. Конечно же, очень хочу отметить аромат и бренд. На мой взгляд, опять же, недооцененный. Это HFC Proposal. Хочу офлаконить себе этот аромат. Потому что, опять же, немножечко, так знаете, собираю флакончики от HFC. Для меня это отдельный вид искусства. Для меня это такие, знаете, флаконы, как произведения, действительно искусства. И ароматы я их очень люблю. Я также уже много раз об этом говорила. Не все ароматы я хочу себе в коллекцию. Но вот Proposal. Это уже второй тревел, который я себе заказываю. И очень люблю. На него сейчас, кстати, по-моему, достаточно неплохая цена идет. Поэтому обязательно присмотритесь. Потому что я вот когда свои слепые покупки делала, я смотрела на этот аромат. Думала, ну, думаю, раз у меня есть пока что ручка фирменная от HFC, зачем мне полноразмерный флакончик. Сношу ручку, тогда закажу себе полный, красивый вот этот вот женственный белый, опять же, флакон. Proposal. Это очень классный аромат на тему пудры, на тему косметички. Здесь ярко чувствуется миндаль. Здесь есть гелиотроп, немножечко чайных оттенков. Здесь также есть сухофрукты. Для меня это очень женственный, очень красивый весенний, на самом деле, парфюм. Чаще я ношу его весной. Даже третий мой же тревел. Потому что я, когда впервые познакомилась с этим ароматом, покупала себе, опять же, вот эту тревел-ручку. Не зашел тогда мне этот парфюм. Потом я подарила его маме. Несколько раз я вдыхала с мамы этот аромат. И все спрашивала постоянно. Мама, чем так вкусно пахнет? Мама, чем так вкусно пахнет? Она говорит, ну это же твой вот подарок, пропосла от HFC. И тогда я поняла, что мне надо сделать еще один подход к данному аромату. Заказала себе ручку. И, как видите, уже вторая у меня ручка. Потому что, действительно, я очень люблю этот аромат. Последний парфюм, о котором вам хочу рассказать, это, конечно же, Вероника Кабай. Это Ready for Rose. Цитрус, это настолько свежо, это настолько юно, вот действительно. Здесь роза, она такая необычная. Здесь, помимо розы, достаточно большое количество других цветов. Это вот действительно весенне-летний аромат. У них такое мелкое нежное распыление. Здесь есть цитрусы, здесь есть ощущение каких-то немного кислых, кисленьких фруктов. То есть, допустим, какого-нибудь кисленького сочного яблочка. Здесь очень много цветов. Жасмин я тоже достаточно ярко здесь ощущаю. Прямо ручка волнит этот аромат. Никакого индола в этом парфюме я не слышу. Безумно красивая роза. Здесь также есть магнолия, еще какие-то цветы. Обязательно здесь, сейчас вы можете наблюдать пирамиду данного аромата. Для меня это прям очень красиво. Для меня это очень свежо, очень нежно. Здесь ода цвета. И настолько это красиво и молодо звучит. Я уже несколько раз вам рассказывала про этот аромат. Если вдруг вы не обращали свое внимание на Веронику Кабай, потому что это потрясающий аромат, а не так же молекулярный. Хочу сделать на этом акцент, потому что в магазине я этот бренд вообще не оценила. Потом, когда мне уже Карина целенаправленно говорила, что Оля, подойди там, потестируй вот этот аромат, я шла именно непосредственно за ними. Ничего больше на себя не наносила. И тогда-то я подняла всю соль. Ароматы очень красивые. У меня три парфюма. И хотелось бы, наверное, еще парочку. Но пока что их три. И действительно, очень вам советую. Очень юный, очень женственный аромат. И опять же, он будет добавлять вам свежести, легкости в этот вот прекрасный и очень важный день. Конечно, можно на вечер надеть какой-нибудь другой аромат, уже более потяжелее, так, на вечеринку. Потому что все-таки на церемонию, на вот это вот прекрасное мероприятие, хочется какой-нибудь легкий, суперприятный парфюм, который будет помогать вам дышать. Потому что все-таки в этот день многие, скорее всего, нервничают. Я точно нервничала, хотя у нас было все это в пандемии. В общем, не было возможности отмечать, но я все равно нервничала. И тогда, конечно же, нужно, чтобы у вас не перехватывало дыхание. И я уверена, что Риди Форо замечательным образом справится и подставит вам свое нежное, дружеское плечо. Вот дифферамбами я просто вам описала этот аромат, потому что действительно очень хочу, чтобы вы обратили на него свое внимание. Итак, друзья, на этом все. Я надеюсь, что вам было интересно меня смотреть и слушать. Я надеюсь, что обязательно к кому-нибудь аромату вы присмотритесь, попробуйте. И, конечно же, если у вас в ближайшем будущем будет свадьба, то хочу вам пожелать всего самого наилучшего, чтобы этот день прошел как по маслу. Вот так. На этом я буду с вами прощаться. Огромнейшее спасибо вам за внимание. Я вас обнимаю. Целую. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok